ну еще раз всем добрый вечер у нас в прошлый раз мы закончили немножко не договорив у меня включился интернет сейчас вернемся немножко концовки того о чём мы говорили точно помню что у нас было у нас такая странная судьи относительно того кто должен говорить человек когда он отделяет для себя женщин какого рода формулы языковые для этого годятся постепенно выяснилось вообще должен вообще что-то говорить это как бы отдельный вопрос но вроде бы речь шла о чем речь шла о том что женщина приобретается с помощью денег то есть деньги он ей дает но при этом он должен что-то сказать ну есть понятные вещи то если он говорит атмыку дешит ли ты посвящена мне нормально то есть это фраза нормально есть еще несколько вариантов которые связаны с семантикой в принципе брачной да которая либо в библейском тексте либо скалмодической литературе используется там например до слова баль владелец там еще что-то в этом роде но после этого нам привели еще целый ряд формул которые являются неоднозначными они являются неоднозначными но при этом каждая из них она отсылает к тому или иному там у нас были на самом деле несколько проблемных да но в общем они отсылают по большей части 90 процентов скажем так эти форму они отсылают к тому или иному библейскому контексту который касается как раз брак брака или в принципе единение мужчины и женщины да там у нас было эзер коннекдо или что женщина создана из ребра человека и так далее вот это все создание женщины как напарника тоже вроде бы относятся именно к этому связи между мужчиной и женщиной и вот эти все целый ряд такого рода формул нам были приведены и был задан вопрос если человек использует эти формулы годится это или не годится ну помнишь он в конце концов ответ такой что мы не знаем да потому что что произошло нам привели барайту который есть спор между рабе иуда и рабе йоси и рабе йоси говорит что вообще так говоря если человек дает деньги и контекст отношений между мужчиной и женщиной такой что речь идет о как сказать помолвки то лучше как раз ничего не говорит то есть те же те формулы которые вроде бы отсылают библейским контекстом они на самом деле могут столько помочь только помешать ну и мы сделали какой вывод такой что таком смысле рабе йоси говорит о том что эти библейские контексты мы ими не владеем если мы ими не владеем не то что все не владеют а если не владеем в массе то человек который это произносит мы не можем быть уверены в том что он отсылает нас именно к библейскому контексту а не говорит о чем-то другом например если он говорит ты будешь мне помощницы из рати да то неизвестно отсылает он это нас к библейскому контексту или просто говорит о том что он хочет чтобы она ему помогла там не знаю побелить стены то есть удивительным образом рабе йоси все переворачивает возможно указывая на определенную деградацию да раньше мы были такие что библейские контексты у каждого стояли на раз а сейчас нет поэтому использовать такого рода формулы не стоит но само по себе все это рассуждение до рассуждение о определенной языковой формуле ну как бы более менее понятно да то есть есть процедура есть процедура юридическая процедура посвящения отделения женщины то есть поскольку в конечном счете брак это тоже определенного рода сделка недаром здесь называют эссек эссек это собственно говоря и есть дело сделка то понятно что как и любая другая сделка должна быть определенная процедура эта процедура должна быть выполнена для того чтобы все было как бы окей ну и часть этой процедуры по крайней мере тогда когда человек с помощью денег деля для себя женщину это вот возможно определенная фраза с точки зрения рабе йоси этого не нужно ну и значит когда нам привели вот эту самую барайту где раби йоси говорит давайте мы посмотрим вот это вот здесь вот этот фрагментик то есть нам привели барайту говорят о том что в общем по мой барайте где раби йоси говорит что достаточно чуть выше вот раби йоси говорит достаточно предварительного разговора из которого она поняла о чем идет речь нам достаточно контекста их разговора для того чтобы считать сделку совершенный ну а после этого нам приводят другую барайту где говорится о том что речь идет о разногласии танаев ради говорит что все это сказано в уши асуким был той нян ведь слова асуким это как раз вот эта самая сделка когда они заняты той же темой в момент вручения денег и тогда женщина считается посвящен раби йоси раби йоси говорит что даже если они не заняты той же самой темой все равно женщина посвящена то есть у нас был библейский контекст есть ситуативный контекст в этот ситуативный контекст с точки зрения абелизара он как бы не нужен а что здесь не нужен мало лишь почему мужчина дает женщине деньги то есть как можно вообще отвлечься от ситуативного контекста библейского контекста понятно ситуативного непонятно и поэтому гемара говорит но если они не заняты той же темы то откуда мы знаем для чего он не дает деньги этот вопрос задает сама гемара и объяснение такое абай говорит то на самом деле абелизар раби шимон имеет ввиду что что ми нян ли нян было то и нян то есть они имеются ввиду что они ситуативный контекст нам понятен но говорят они не нужно специального ситуативного контекста то есть не обязательно чтобы они говорили прямо про брак но они могут говорить о чем то что связано с этим самым браком видите здесь приводится пример который приводит раши например говорили о кедушин то есть об отделении о помолвке потом стали говорить о том что нужно для брака затем он вручил ей деньги и тогда все нормально несмотря на то что они например перешли к вопросу а то в каком платье она будет или вообще что стоит купить молодожену в новую квартиру если что надо купить молодожену в квартиру вроде бы уже не про кедушин но тем не менее это связано с общем разговор но как бы объяснение так себе да то есть получается что радикальное высказывание этого раба и лазара который говорит что нам нас контекст не интересует передал деньги все по сути дела сводится к тому что у нас контекст да интересует и на самом деле речь просто идет о более размытом разговоре этот размытый разговор не не отменяет общего контекста